Микрофинансирование и гарантия своей деятельности. В регионе стартовала деловая неделя. В центре внимания сфера предпринимательства озвучены планы на грядущий год. Преступления и наказания о рецидивистах и борьбе с ними шла речь на межведомственной комиссии. С главными событиями этого дня в студии Олега Танзейский новости начинаются. В Ненинском округе стартовала деловая неделя. В повестке много важных мероприятий, на которых будут подведены итоги работы по одному из ключевых направлений государственной политики региона – предпринимательство. Участие в деловой неделе примут главы муниципальных образований и руководители учреждений со всего округа. Вместе с представителями власти и бизнес-сообщества в рамках большой встречи обсудят и планы по развитию сферы предпринимательства на 2016 год. Так, в следующем году предприниматели Ненинского округа смогут получить услуги по микрофинансированию и гарантированию своей деятельности. Такую возможность им представит фонд предпринимательства и предоставление гарантий о новых для региона механизмах поддержки бизнеса. Подробно говорили на заседании Координационного совета по развитию инвестиций и предпринимательской деятельности. Спрос на услуги микрофинансирования и гарантирования в регионах страны растет год от года. Для Ненинского округа такие виды государственной финансовой поддержки предпринимателей абсолютно беспрецедентные. Сегодня фонд предпринимательства оказывает помощь в получении финансовой поддержки только в виде грантов и субсидий. По словам директора фонда Алексея Попова, возможность, которую в следующем году смогут получить представители бизнес-сектора, сегодня актуальна как никогда. В сложившихся экономических условиях одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются предприниматели – ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Сейчас мы разработали все нормативные правовые акты, получаем лицензию в Центробанке. И запланировано на 2016 год на микрофинансовые услуги 6 миллионов рублей. Средняя сумма займа составит 500, то есть выдавать будем от 100 тысяч до 1 миллиона рублей под ставку от 5 до 10 процентов в зависимости от вида деятельности. И займы будут выдаваться под залог. Кроме того, в следующем году фонд займется гарантированием. На предоставление гарантии из бюджета округа направят 20 миллионов рублей. Услуги гарантирования входят в поручительство на сумму не более 2 миллионов рублей. Сумма гарантий – до 50-70 процентов от суммы обязательств предпринимателя по кредиту. Услуга будет предоставляться под комиссию не более 3 процентов. Кроме услуг финансовых, в 2016 году предприниматели региона ждут значительное налоговое послабление. С 1 января 2016 года предприниматели, которые осуществляют деятельность по упрощенной системе налоговое обложение, это касается и тех, которые используют доходы и доходы минус расходы. Здесь правом субъекта был использован максимально. То, что касается предпринимателей по системе доходы, по 21 виду деятельности ставка налоговая с 6 процентов снижена до единиц. А то, что касается также 21 вида налогов, доходы минус расходы, с 15 максимально снижена до 7,5 процентов. Кроме того, что ждет сфера предпринимательства в будущем году, поговорили и о результатах, которые удалось достичь в этом году. При содействии фонда во внебюджетном секторе экономики создано около 80 рабочих мест. Через экспертный отдел прошло 45 бизнес-планов. Финансовую поддержку в виде грантов и субсидий на общую сумму почти 8 миллионов рублей на сегодняшний день получили 23 предпринимателя. На сегодняшний день в рамках реализации госпрограммы развития предпринимательской деятельности в бюджете на 2016 год запланировано 72 миллиона. Это ровно в два раза больше, чем в этом году. В эту сумму входят субсидии на возмещение части затрат по уплате авансового платежа при заключении договора лизинга. На это направление выделено 5 миллионов рублей. 9 миллионов направят на гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Более 12 миллионов на субсидии малому и среднему бизнесу в целях возмещения части затрат, связанных с существованием предпринимательской деятельности. Сюда входят субсидии на модернизацию производства, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, приобретение сырья и материалов в сфере традиционных промыслов, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Все эти виды поддержки уже сегодня дают ощутимые результаты. Увлечение объемов производства, создание новых предприятий и рабочих мест. Как отметил глава региона Игорь Кошин, это только первые шаги и итоги останавливаются на достигнутом недопустимом. Курс на повышение предпринимательской активности и конкурентноспособности – это требование времени. От грамотной политики в этой области зависит экономическая безопасность Ненецкого округа. Бюджет следующего года не дает нам права на ошибки. Каждый рубль должен быть потрачен эффективно. Это касается и мер поддержки предпринимателями. За каждый из них должен быть виден конкретный результат. Ирина Цепитова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». О рецидивистах и борьбе с ними шла речь на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Выводы таковы. Каждый 45-й, состоящий на учете в уголовной исполнительной инспекции Ненецкого округа, совершает повторное преступление. Как правило, такие люди уже имеют либо условное наказание, либо реальное. Например, это исправительные работы, но свободы они не лишены. Из 273 осужденных, состоящих на учете в инспекции, в этом году на те же грабли наступили всего шестеро. Цифра небольшая, впрочем, задуматься, говорят полицейские, все же стоит. Рецидив как болезнь. Те, кто преступление совершил один раз, как правило, обязательно сделает это еще, говорят правоохранители. Если грабил, то грабит снова, убивал, убьет еще раз. Затрагивая, анализируя проблему рецидива, необходимо подчеркнуть, что все-таки это является наиболее опасной разновидностью преступности. Так как совершение повторных преступлений свидетельствует в основном о наличии у лиц осужденных стойкой антиобщественной установки, упорного нежелания подчиняться требованиям закона, наличия индивидуалистических взглядов, мотивов, устремлений, отрицательное субъективное отношение к окружающим людям и социальной ценности. Особое внимание на заседание уделили профилактике осужденных. С ними работают не только правоохранительные органы, но и медики. Большинство рецидивистов склонны к алкогольной и наркотической зависимостям. Не так давно осужденные встречались с наркологом. Из почти 50 человек пройти курс реабилитации абсолютно бесплатно по специальной программе согласился только один. Остальные не захотели менять свой образ жизни. Не менее важный вопрос, который обсуждали участники комиссии, необходимость создания в регионе медицинского вытрезвителя. Только в этом году за появление в общественных местах в пьяном виде к ответственности было привлечено 2586 граждан. Это примерно 8 человек в день. Нетрезвых последние 4 года доставляют в больницу. Но медики по понятным причинам неохотно работают с такими пациентами. Стражи порядка уверены. В округе обязательно должен появиться медицинский вытрезвитель. И приводит пример. Упы Томска в России признали успешным. Их идея была направлена в каждый субъект. Но на этом все закончилось. Регионы не желают создавать у себя специализированные учреждения. Во-первых, непонятно на что. Во-вторых, кто их будет содержать. Глава Нинецкого округа тем временем с полицейскими уже общался на данную тему. Вопрос находится на рассмотрении. Олег Танзийский, Владислав Носкин, Телеканал Север. Это новости Севера. Далее в программе. Поколение настоящего и будущего. Губернатор НАО Игорь Кошин провел встречу с молодежью региона. Говорили больше часа об итогах в материале выпуска. Ярмарка достижений в Наринмаре наградили самых талантливых и активных среди молодежи. Глава региона сказал о них. Достойная смена растет. Чем отличается молодежь Нинецкого округа от молодежи других регионов? Можно ли будет 5-процентную потеку использовать для строительства частных домов? Как будет развиваться молодежная политика в регионе? Эти и другие вопросы молодые и активные люди округа в ходе встречи задали губернатору региона. Без внимания не остался ни один вопрос, а некоторые из них глава округа взял под личный контроль. С активной молодежью региона глава округа Игорь Кошин встречается в зале официальных мероприятий в неофициальной обстановке. Диалог выстраивается разносторонне. Какие вопросы задавать каждый участник встречи решает сам. Губернатор отвечает на любые, даже самые проблемные. Я могу очень долго отвечать, к чему есть смысл работы с молодежью. Моя главная задача – это осознать вам возможность. С тем, чтобы молодежь имела возможность реализовывать свой потенциал. А потенциал, как выяснилось в ходе встречи, у молодежи округа очень большой. Александра Столярова, одна из участниц форума «Наследники Победы» для встречи с губернатором, подготовила проект. Зародилась такая идея насчет проекта. Проект называется «В жизни пригодится». То есть он направлен на повышение грамотности и обучение документов учеников, которые выпускаются и изменятся школы-интернат. Но акцент такой более мощный, и мы ставим на этих сиротах. И если у Александры проект еще только зарождается, у ее подруги Ирины Чурсановой из Харуты работа с молодежью идет полным ходом. Девушка работает медицинской сестрой, а в нерабочее время организует мероприятия для школьников и работающей молодежи. Недавно Ирина создала в поселке молодежную организацию «Дом» – дружное объединение молодежи. Это инициатива, свое желание добровольное. Позыв просто. Хочется общаться с людьми, хочется, чтобы ребята как-то развивались, что-то общались, а не было такого пассивности среди молодежи, чтобы они действительно хотели и желали жить в поселке. Просто у меня такая болезнь, что поселок – это мое родное, это моя душа. Я им живу. За активную жизненную позицию молодежь округа получила от главы региона благодарность. Игорь Кошин отметил, что в этом году удалось сколыхнуть патриотическое движение в округе. И сейчас важно систематизировать эту работу. Свой патриотический клуб на встрече с губернатором представили самые юные участники встречи из поселка Красное. Один из них – 10-летний Алексей Литков. Надо любить свою родину. И есть такие люди, которые сейчас хотят переписать историю, что не именно не СССР помогла нам в борьбе с фашизмом. Надо помогать своей родине. Какие качества у вас тут? Ну, если совсем конкретно, ну там стрельба, там вот эта вот разборка автомата, ну то, что должно быть, как в армии. В армию пойдешь? Конечно. Большую любовь к малой родине в Красном прививают с раннего детства. Руководитель клуба Марина Литкова и ее коллеги накопили солидный опыт системной работы в этом направлении. Кстати, преподаватели из других поселков попросили главу региона посодействовать в организации бесплатного перелета в пределах округа для инструкторов военной подготовки с целью обмена опытом. Губернатор пообещал помочь. В конце встречи молодые активисты обратились к Игорю Кошину с идеей создания молодежного правительства Ненецкого автономного округа. Губернатор обещал рассмотреть и это предложение. Любовь Пермякова, Ленис Шишелов, телеканал «Север». Молодежь Ненецкого округа в очередной раз доказала, у них есть масса идей, огромное желание развиваться и вовлекать в свои объединения новых участников. За эти и другие достижения награды самым активным лидерам вручил глава региона Игорь Кошин. Награждение состоялось в рамках 14-й ярмарки детских и молодежных общественных объединений. В этом году она была посвящена 70-летию Великой Победы. Настоящей находкой этого года стала творческая студия «Чудо-ручки». Под этим названием объединились 8 мастериц декоративно-прикладного творчества, бесконечно талантливые и трудолюбивые. Со своим проектом по ступеням творчества рукодельницы стали лучшими в номинации «События года». Напомню, этот же проект высоко отметили и на федеральном уровне в рамках Всероссийского форума добровольцев. По ступеням творчества проект для Ненецкого округа уникальный, и его цель – разнообразить семейный отдых и научить взрослых заниматься творчеством вместе с детьми. В рамках проекта «Чудо-ручки» проводили кружки, мастер-классы и различные акции. Над его реализацией рукодельницы трудились почти полгода, не жалея сил и времени для общественной работы. Вы знаете, когда из вдохновения время найдется всегда, было бы желание, как говорится. Когда ты занимаешься любимым делом, ты время, ты каждую минуту просто из своего графика, ты его цепляешь для того, чтобы что-то сделать. И для этого, как говорится, график составлять для этого не надо, оно само собой получается. В арсенале мастерист, шитье, вязание, бисероплетение, маловарение и скраббукинг. Научить заниматься творчеством они хотят всех и каждого. Это скраббукинг, бумажное творчество. Направление очень широкое на самом деле. Мы сейчас делаем закладки. Сугубо мужской вид творчества на ярмарке представил Николай Ганиев. Благодаря его инициативе в округе появилась первая техническая мастерская. Сегодня у ребят есть гараж, где они могут творить и куча элементов старой техники, из которых они делают свои шедевры. В основном это обработка металла, работа с любыми материалами. Сейчас недавно запустили плавку металла, литье металла. То есть у нас пока руки и с плеч растут, мы что-то делаем. Наряду с творческими объединениями в округе активно развиваются объединения, ярко отстаивающие свою гражданскую позицию. Так клуб молодого избирателя «Мой выбор» объединил активных ребят, которые желают связать свою жизнь с политикой и участвовать в выборах. В будущем мне это очень поможет. Я хочу быть учителем и после этого через время заниматься политикой. Свои достижения на ярмарке представили также региональные организации «Нарьян Мир». Общественники продвигают массы инновационные виды творчества. Один из них – рисование песком. Неизменные гости всех массовых мероприятий округа – любители клуба исторических реконструкций «Братина» и многие другие. Все эти детские и молодежные общественные объединения движимы одной целью – привлекать молодежь региона к интересным занятиям и направить их энергию на творчество и самореализацию. Замечательно, что у нашей молодежи есть возможность показать свои достижения, показать свои инициативы. И вас уверяю, поддерживали и будем поддерживать впредь. Девять народностей и всего один титул. В столице региона прошел фольклорный конкурс «Печуряночка». Обладательница почетного титула «Печуряночка-2015» родом из Вологды. В Наринмаре завершился фольклорный конкурс красоты и талантов. В этом году участницами этнического праздника стали 9 представителей разных культур – русской коми, ижимской, ненецкой, поморской, удмурской, усилемской и марийской. Чем покорили жюри «Этнические красавицы» расскажет моя коллега Валентина Чебичек. Обрядовый танец «Сватание» семья Никитиных исполняла в день бракосочетания. Оба супруга – представители древнего финно-угорского народа Марии. Оба знают родной язык, изучают обычаи и фольклор. Традиционные знания стали основой в подготовке к печерянке. Не украшения, которые на ней, это моей бабушке украшения, а бабушке моей досталось от ее мамы. Получается, от моей прапрабабушки костюм. По нашему языку это же и дарма, и головные уборы тоже. На месте туда все включается. Чтобы стать участницей фольклорного конкурса, одной красоты мало. Алена Ипатова в поисках семейных реликвий обнаружила в своем приданном сосуд с секретом. Он принадлежал ее прабабушке по маминой линии. Тетка Марфа славилась своим юмором и в подарок от друзей получила кружку «Напейся, не облейся». Сама кружка и ее секрет приехал вместе с мамой из Усть-Цильмы. Чашка на самом деле очень интересная. Тут расположены отверстия, то есть попить просто так из нее невозможно. Нужно на внутренней стороне ручки заткнуть одно отверстие и пить исключительно через это. Как через соломинку. Для каждой участницы родословное не менее ценно, чем приданное. Свои корни необходимо знать каждому, считает Анастасия Шатровская. Составляя семейное древо, Настя с удивлением узнала историю знакомства своих родителей. Ее папа добивался маминой руки целых 10 лет. В конце концов, дочь простого крестьянина из Великовисочного стала верной женой потомка знатных бояр из города Печоры. Родословную я уже давно собираю. Собирает моя тетя, ездит по архивам, собирает. Я собираю, что-то узнаю от бабушек, от дедушек. И вот так вот я собрала свою родословную. По крупинкам, по частичкам создала в единое целое. Участнице из Ямала восстанавливать старинные обычаи не пришлось. Семья Юлии Воры по сей день живет в тундре и чтит ненецкие традиции. Она уже знает, выбирать жениха ей не придется. Все решают родственники. И, конечно, каждая участница показала свои таланты в рукоделии, танцах, частушках и песнях. Характерное оконье, задор и старинная манера исполнения. Вологодскую участницу заметили с первых нот. Лидия Шапкина поет в фольклорном коллективе и учится на конструктора-модельера. Своего оконья совсем не смущается. Наоборот, изучает углубленно. Я так углубленно занимаюсь этим. У меня это все сформировалось. И теперь я вот так вот разговариваю. Возможно, именно профессиональное изучение фольклора стало решающим в оценке жюри. Почетный титул «Печеряночка-2015» уехал в Вологду. Также Лидия Шапкина получила первое место в интернет-голосовании на сайте неофициального блога Ненецкого округа «Чумотека». Приз от газеты «Выборнао», на сайте которой шло голосование, получила Виктория Волкова из Удмуртии. Приз зрительских симпатий достался Марине Артеевой. Валентина Чибичук, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Праздник к нам приходит. Новогодний волшебник зажег огни на главной елке Наринмара. Традиционно ее остановили на площади Марацей. В праздновании участвовали десятки горожан. В основном это дети и их родители. Дед Мороз поприветствовал сначала всех, а затем дал старт новогодним праздникам. Чтобы зажечь огнями главную красавицу, на площади собралось более 500 девчонок и мальчишек. Они не просто стояли и ждали, а сами зажигали в танцах. А ты у дедушки Мороза что попросишь на Новый год? Я елочку езжаю. Елочку? Да, и голову. А ты знаешь, сегодня будешь зажигать елочку? Ага, молодец. А под танцой еще как-то умеешь зажигать? Молодец. Дедушка Мороз с зажигательными танцами остался очень доволен. После общего хоровода вместе с детьми он провел главный праздничный обряд. Раз, два, три. Елочка, гори. В этом году 25-метровая зеленая красавица одета в новое убранство. Более 300 разноцветных огней и десятки метров гирлянд будут радовать горожан до конца января. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Все новости есть и на нашем сайте, адрес trk.sever.ru. Далее прогноз погоды. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok